Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. Вообще толковать нечего, собрались, а там то есть мысль, что не собрались, а если собрались, слова никакого нет. Заходят, как порядок, люди сунули сразу к касте свечной, купили свечки, передать, да вдруг по плечу колотят, а еще лучше, если сам растолкал людей, прошел, поставил где-то. Сравни одно с другим, ты увидишь, это совершенно другая обстановка. А Христос вчера, сегодня и в Одессе тоже. И мы должны приходить сюда, чтобы слышать Его слово. Я по порядку иду, и все стихи говорят об этом. И апостольское чтение об этом. Как бы можно все это было забыть? Это же не в один день делалось. А когда в России было так? Никогда не было. Ни одного дня по Евангелию в России не было. Писатель Мирской, о духовном пишет Лесков, Николай Семенович. И он говорит, Евангелия в России никогда не было, что на порядок там должно. Священники его люди-то ненавидят. Умер не так, умер не завтра, до беспокаяния, до посмертия не определяется. Внезапно умирают многие люди. Может быть, землетрясение было, тысячи сразу. Христиан убивали. Определяется, как ты жил. И Ангел Таус постоянно это подчеркивает. Ангел понесут после смерти или нет? Вот есть вопрос. Вот тогда и будет видно, что умер, говорит, хуже собаки. Второе послание Тимофея 4.2. Проповедует Слово. Настой во время и не во время. Обличая, запрещая, увещевая со всяким долготерпением, назиданием. Патриарх ни разу не обратился вот с таким по обозванию к своим священникам. Ни разу. Священник, княрянам этого не говорит, и епископ, этого тоже не знает. Со всяким долготерпением. Почему? Не принимает. Надо повторять и повторять. Повторением, напечением. Долготерпением, притом назиданием. Назиданием, чтобы было, должны быть примеры. Привязка к сегодняшней жизни по этому проповеди, они неповторимы. Что я в прошлом году говорил, а сегодня другая обстановка. И Англотаус событие прям в горячее подтягивал. Кучилось ли счастье на стадионе? Он сразу это берет. А тогда колеса были железные. Сын губернатора женился. Руководил соревнованиями, как олимпийские игры. Колесница прям на него сшибла. Колесо по шее, голова откатилась и прям в фигуру подкатилась. Только сейчас махар свистел, и ничего уже нет. И Англотаус закрылся, как проповедь говорит. Сверху не в тропе. Это такой властитель был, как меньше там в России. И теперь Англотаус его подвязкой прячет. Там, где немножко киллеры стоят, чтобы убить его. Потих него взбунтовали. Англотаус сразу это отвечает в проповедь. У нас проповедь, на которой... Да их проповедями ты не назовешь. Мерзло все. Он читает, что-то говорит. А человек проходит имя. Ты к себе это примени сегодня. Конкретно. Настоя во время, не во время. Какое время? Ну время, может быть, это в храме, это для проповеди. А не во время. Не во время где-то встретился с кем-то, начал говорить. И ты увидишь как. Я говорю, поселился на новом месте. А до этого жил в моей комнате с янцом. Ну и постоянно к нему идут, а там другой человек. Один приходит к второй, я на другой квартире, где получил. Точно так же. Идут и идут люди. Отбоя никакого нет. Но один из вариантов просто их выгонять. Я тогда решил, все работы оставил, только в Библию идем. Как заходят, я сразу садитесь. Почитаю, маленько говорю. Да мне нету, у меня там работа. Ну пришла же с этой фитой. Да маленько, послушай, нет. И больше ни разу никто не подошел. Буквально выжено все было вокруг. Кто не придет, я сразу садитесь, посчитаю, послушаю. Больше никто не приходит. Очень просто оказывается. Просеялось, и никого нигде нет. Мало того, стали бежать, другим говорить, чтобы не подходили. Деяние 11.19. Между тем, рассеившиеся отгонения бывшего апостола Стефана. Прошли до Финихи, и Кипра, и Антиохии. Никому не пропагидая слова про нырдеев. То есть тогда они еще и не знали, что язычники будут обращены. Их рассеяли. Им бы только скрыться, чтобы не знали, что христиане начали получить. Там камней-то еще много. Стефана и 2, и 2 для похорон достались под этой грудой камней. А они ходили и говорили, ходили и сеяли. Враг гоняется, ничего не может сделать. Плодиться и размножаться. Вот этот год как раз и выполняется. Деяние 11.19. Хотя между тем рассеившиеся, говорит, ходили. И 14.25. И проповедуя слово Господне в Перди, сошли в Аталию, только перечисляется. Сегодня спроси епископа, когда, где проповедовали и куда вы сошли. 200 епископов. Ну хоть один. Ни одного нет. Ну а ездите вы там, участвуете в Акуменическом движении, в Всемирном Совете и там они молчат. Никто нигде не свидетельствует. Не за счет у нас вера, а другая. Деяние 16.5. Пройдя через Придию и Галатийскую страну. Они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Басе. Вот единственное место, которое я нашел Дух Святой, запретил проповедовать. Почему? Оказывается работников было мало, а эти работники нужны были в другом месте. Русской реки надо было срочно повернуть в другое место. Там пока подожжут. А к ним они потом пошли. Надо тонко чувствовать обстановку. Вот сегодня, может быть, надо нам в Казниково ехать. Не знаю. Мы об этом специально не молились и не постелились. Мы так назначили, созвонились, нас там ожидают и пошли туда. Мы не знаем. То есть мы тоже в другом духе трудимся. А может быть Дух Святой сказал бы сегодня поехать в другую сторону, в другой район совсем. А вот об этом тоже надо молиться. И тебя с кровей не есть, ты подойди и скажи, я вчера молилась. И Дух Святой сказал, не ездите в Шарчино, а поезжайте в Корчино. А мы не знаем. А не знаем, что результат от этого зависит. А там были люди, которые уже готовы были принять. Деяние 8.27. Они же засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне. Обратно пошли в Иерусалим. И во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Вот один стих, только один. Засвидетельствовали, проповедовали, пошли обратно во многих селениях проповедовали. Да это же другая версия, как другие слова. Это только один стих. Но этот стих все держал. Рождались новые души, новые общины. Ничего нет. Я вот смотрю на выступления мусульманских лидеров, какие они есть. Какой у них огонь. Как они заботятся обо всем. Это все христиане были в этом немонахе. Это были бы апостолы на сегодняшнем служении. Все подчеркивали о том, что люди были очень восприимчивы к духовному. К ним ни одного миссионера не было в шесть столетий. С горем можно уберечь. И сегодня этот миллиард, они были бы здесь. Были бы православные. Никто бы не нападал этим, взрывов бы нигде не было. Что же они надели в монастыне-то? Когда и то, кто подведешь, слова в окне не имеют. Да это же, сам Сатана этого не сделал даже, не мог сделать. Под видом Христа запретили говорить о Христе. Под видом спасения запретили язычникам говорить о спасении. Как Сатана преобразился? Где и ангелы подходят? И все это сделали монахи, только монахи. И рассылали своих миссионеров. Хоть от них кто-то склонный, сразу его раз и в монастырь. Ни одного не было, чтобы он обратился, и они его куда-то послали. Златоус это понял, когда уже в ссылку пошел. Тогда давай в монастырь уже распускайся и всех направо ходить. Это уже поздно было. Как в 17-18 году уже, давай, на руссковике службу служить поздно. Уже поволокли епископов на расстрел. Лука 12.1. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что тесели друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегите закваски фарисейской, которая есть лицемерие, берегите закваски поповской, берегите закваски монашеской, которая есть лицемерие, называется верующим, а веры-то никакой евангельской нет. А вот все сегодня живо. Тысячам народа надо это сказать было. Идите и проповедуй. Если ты монах, один, слава Богу, это очень хорошо. Ну иди и проповедуй, люди не знают Христа. Одну мусульманца вокруг, одну безвозжесть, одни сектанты. Сектанты идут везде, до севера, до юга, везде несутского Божия. Как мы перед Богом-то предстанем? Да что же мы ответим-то Ему? Лука 8.1. После того, что он проходил по городам, и селениям, проповедуя, и благовею царствие Божие, и с ним 12. Проповедуя. Чем Господь-то занимался? И это сегодня нигде никак не берется. Я мысленно смотрю, обстановку такую, все архиереи, тут патриарх сидит. Вы христиане, почему вы не подражаете им? Что заходило у святылица? Служба, служба, служба. Этого слова нет даже в Евангелии. Этого слова нет в Новом Завете даже совсем. Богослужение это было над даром. Мы пришли к Богу сказать за неделю, сколько выходили, проповедовали, как жили, как свидетельствовали. Мы пустые приходим и пустые уходим. Чего тут? Танцевать-то ничего не надо совершенно. Святые от света растолковывали. Меня больше всего удивляет, как этого Златоуста не понимал. Василий Великий не понимал. Читаю, Василий Великий говорил, на каждом богослужении две проповеди сходятся. Я посчитал по буквам, по времени, потому что каждая проповедь длиннее моей была. Она где-то у него была около 40 минут. А сегодня даже я 20 минут говорю, и то священнику уже тяжело. Что-то затянул дольше моей службы. Он рад за службу. Даже собрание, когда и то выговаривает, у вас тут собрание дольше, чем служба. И какой вывод сделать? Вывод такой, что службу сделать надо еще длиннее. А не наоборот. Я говорю, что служба должна занимать одну десятую часть. А 9 десятых проповедь. Лука 8, 11. Вот что значит притча сиять. Семя есть Слово Божие. И Господь разговаривает с ними. И сегодня эта церковь считается, переведенная. Семени нет. Хозяйки, вы же терите. Неужели вам это непонятно? Но если не посадишь ты там, где сельничка, помидоры, прочее, еще же не будет. Что у нас есть? Рожденных-то нет, у нас в семьи не было. Не в привычке ходить. Вот вчера его уже был у нас в крещении. Он встречается с ним. Уже в косу отпустил, что я в монахе готовлюсь. Сам злобный, как демон. Ни одного слова не признает, не принимает. Я его показываю, и вам ее намертво отвергает. Я в монахе иду, какое мне Евангелие? Зачем ему Евангелие? Он же монахом будет. Он будет выполнять получение сказок. А что я из двух спятых? И даже Даниил видел Гетхова днями, он ничего не знает. Он показал, прочитая, был главу 11-ю первого корюнфянам. Встречаюсь через неделю, через две, прочитал, нет, не прочитал. А почему? Я в сентябре прочитаю. Ведь это же даже не трагедия, это полное, абсолютное безумие. И это не в одном месте, везде 100%. Нашему батюшке это не нравится, но вы обобщаете. Батюшка, покажи исключение из этого правила. Мы пока нигде не встретили. Куда бы мы ни сумели, везде отношения в Библии одинаковые у православных. Ненавистью, так это у нового обрядов, у старого обрядов еще крепче. Так и до нас и не придадут эту Библию. И все думаем, что мы спасаемся, кого-то канонизируют. А то выходит, что те канонизируют, а это свое царство, не Божие. Куда они проталкивают? По местам, которые люди придумали. Евангелие от Марка. 1 глава 33 стих. И весь город собрался к дверям, послушать. А сегодня приходит, когда все Иереи, что-то, что мы собрались на... А мы отстояли 4 часа, там руку привезли. Иоанн, та десница, которая от Христа хрустила. И что, пусть через стекло, правда, мы тоже прикоснулись. Что изменилось-то у тебя? Ты какой вор был, такой и остался. Твоя рука по-прежнему ворует. Тот как грешил рукой, так и грешит. Почему это десница, а вот слышится, не сделано? А это ни к чему не обязано. Ты становился, ткнулся лбом в стекло, пошел домой. А если верить во Христа, по слову Божия, это обязано. Чтобы к твоему дому люди стекались так же. Когда к твоему дому приходили люди послушать слово Божие? Ну ты же меняй это все, переноси на себя. И ты увидишь, как много еще не сделано. Пошири, откройте сердца, пошири двери. Чаще себе приглашайте людей, друг друга. Никого нету. Пропейте тропинки зимой. У кого сегодня этого? Забудьте телевизор. Разбейте вы их ради Бога, я прошу вас. Поколодите эту мерзость. Это уж текстанты понимают. Марка 1.37. И найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Мы его ищем. Да, действительно, его искали. А мы? А его где найти сегодня? В слове его, в ближнем нашем. Особенно зимой. Хорошо видно. Мне приезжают наши немецкие и говорят, вот выйдешь. Пройдет день. Тропинки к друг другу нигде нет. Все, чистая слоя. Ну, от своих кориток, коровам, свиньям, а дальше никуда нет. Вы каждый день друг другу, хоть к одному ближнему, то в одну сторону пробегите, то в другую. Пребежал, давай помолимся. Тебе что сегодня Бог открыл? Тебя Господь посетил, а может быть в самом деле и в вас не был вразумлен что-то? Я сегодня ночью свидетельствую, проповедую, где-то на крыше, в таком трудном месте проповедую. Целую семью туда поднял какую-то, где-то спасается. И будильник заводил. И во сне, как днем, душа бодрствовать должна. Проповедь. Только вот спросить, Христа знаете ли нет, и в будильник заведел? Марта 2.15. И вышел Иисус опять к морю. И весь народ пошел к Нему. И Он учил их. К морю. Они зачем же не за рыбой? Когда собирались люди за тем, чтобы слушали их? В каком году, в каком веке у православной? В каком храме? Послушать. Идут на службу, мы отстояли. Все непонятно, знак равенства поставить нельзя. Марка 4.1. И опять начал учить при море. И собралось с Нему множество народа. Так что Он нашел лодку, сидел на море, а весь народ был на земле, в море и кушал. Чем Христос занимался? Да какие же мы христиане, когда Ему не подражали? А кто подражает? Баттисты, адвентисты, пятидесятники, эти подражают. Они едут везде, снимают помещение. Вот они сняли помещение, и пятнадцать, кажется, дней они снимали. Каждый день они платили за аренду сто тысяч рублей. Собрали деньги, отовсюду свои представители. И кто приходил, за все они делали, давали хриточки, всем подвигли и даром дали. Когда православные-то давали? Да что, бесплатно-то. Да царица-то Саска-то заждалась нас на суде, чтобы обличить. И Марка 4.2. А я учил их притчи немного, и в учении своем говорил их. Учил на первом месте. Почему они всегда обращались к Нему? Учитель, роди. Это учитель. У нас в пещере так не обращается батюшка, для того, чтобы не родил тебя совсем. А как учитель к Нему не засмеются? Какой же это учитель, когда ни дня не учил? Учитель. Евреи, фарисеи любили это, чтобы называли учитель-учитель. Марка 1.14. И после же того, как предан был я, пришел Иисус Галилеев, проповедуй Евангелие Царствия Божия. Я на месте, теперь я иду еще больше буду проповедовать, намережит обязанность. Пришел и проповедовал Евангелие Христос. Да он сам живой Евангелие. Людям надо дать знать, чтобы люди познакомились через слово свое. Когда ты сидел за Библией с ребенком и показывал, вот это место в другом месте, вот так говорится. Когда ты получил ребенка пользуешься Библией, параллельными местами. Ну припомни, все это кончится. Ты год назад от телевизора не отходил, три года назад ничего нигде нет, это пустое. Все, что мимо Евангелия, оно нигде. Это время утекло. Ребенок вырос, он к Слову Божию не привязан. Неужели вы этого не видите? Вы прям сегодня примените обстановку. Господи, да старое, прости, но сегодня я соберу ребятишек. Выключите телевизор. Выключите компьютер. Просто откройте Библию, сядьте вокруг всей семьей и начните читать и спрашивайте детей. Давайте вот это повторим, вот это мы издево заучим, как мусульмане учат. Марка 6, 34. Иисус выйдет и увидел множество народа и жален по над ними. Потому что они были как кофты, не имеющие пастыря. И начал учить много. Он жалился, понял. И что там делать? Учить. Значит, что нет пастыря, потому что не учат. И что они рассеяны, потому что не учат. А так как сегодня не учат, уходит и пастыря нет, и батюшек никаких нет, это обман. Никаких отцов нет, отча, отча, он никого не родил. Ну, слышите, какой прямой вывод. Он говорит, что они рассеяны. Он жалился над ними, ну и что дальше? Сел и начал учить. Результат всего. Единственное лекарство, это надо людей учить. Это значит, они рассеяны, учения их собирают. Они не знают Отца Небесного, это их усыновляет. Они жален и все ранены, это их вылечит. Все в оковиде. Все в свидетельстве, все в Библии. Возьмите себе за правило каждое воскресенье собираться хотя бы на один час. С ребятишками своими. Создайте им домашнюю церковь. Повторяю, где стоит телевизор, компьютер, в другую комнату перейдите. Положи по средине Библию, все со стола убери. Чтобы у детей это в памяти сохранилось. Нас одесса с матерью собирали. Мы сидели и читали. Тем более у тебя родственники есть, и их созови. Ты не думаешь, что ты все знаешь. Я могу засвидетельствовать, что я не знаю абсолютно точно. Хотя каждый день занимаюсь не меньше 10 часов. 40 с лишним лет, 46 лет. И знания свои считаю совершенно никакими. Потому что проник еще глубже. Я у немцев выступал на немецком языке проповедью говорю. И когда кто-то признал, что я знаю язык, я понял, что он ничего не знает. Я знаю только верхушку. Чтобы понять наше незнание, надо слишком много знать. И тогда ты тихо тебя будешь вести. Матфея 5.2. И он отвершил уста, учил их, говоря. Рот открывать только не то, чтобы учить. А не то, что так и есть. Салон 39.10. Ну, это далеко до нашей жизни. 3000 лет. А до 50 тысяч лет было. Давид говорит, я возвещал правду свою в собрании великом. Я не возбранял устам моих. Ты, Господи, знаешь. Можем ли мы сказать это? Господи, ты знаешь. Когда я буду собираться, я с тобой брал несколько евангелий. Я приготовил место. Проиграй ситуацию. Тебя становится не встанем. Как ты выглядишь? Как выглядишь? Что будешь говорить? Не возбраняй устам твоим. Да, ты виноват. Прямо поклонись и скажи, я виноват. Я нарушил правила. Прости меня. Но у меня есть Евангелие. Я скажу тебе. Мы все виновники перед Богом. Возьми Евангелие. Почади меня. Найди слова, такие смеши его сердца. А что они выше такие? Меня штрафуют, а сами все в на полках. Я говорю, они тебя штраф взяли, а не ты их. А они тебя уже накололят. Ты нарушил, нарушил. Молчи. А если он привязался не так, имеешь право протестовать. А может, для того он с тобой так и поступил, чтобы ты мог засвидетельствовать. Сколько этих случаев прошло? С кем ты встречался? Кому говорил? Да, молоко. Там все скажи. А Павел говорит, не это главное молоко. А возлюбите чистое, словеское молоко. А вот видите, как я такое, высокое качество сливки. А Слово Божие чище. Тут у меня все равно жирность может быть не такая. Может, и вода тут еще осталась. Ну, найди, что сказать. К этому подведи. Возвысь Иисуса. Возвысь Его Слово. Рим. 10. 8. На что говорит Писание? Близко к тебе Слово. В устах твоих. И сердце твое. То есть, Слово веры, которое проповедует. За ним в карман не надо верить. Оно уже с тобой. Оно рядом. Для меня самые трогательные моменты были в жизни, когда меня однажды с ножами останавливали. И один из них подошел и говорит. О, это вы нас тогда останавливали и милицию-то не знали. Так, отойдите от него. И с тобой поехал меня сопровождающий. Это было с доктором Гаузом. Когда его разделили, а потом узнали, кто он такой. Да, как ни сколько за ней. Батюшка сказал. Простите нас. Да пошли вместе с ним. Заключенные, на которых он всю жизнь заработал. Такие моменты редко случаются в жизни. Оно не бывает. Ты наталкиваешься в опасные моменты жизни на плоды проповеди, на плоды свидетельства. И оно близкое, это Слово. Где близко? В устах твоих. Проверь. Сегодня. В устах оно есть или нет. Или устах у тебя что-то другое. Может быть, жевательная религия. И притом оно, если из уст не выходит, проверь сердце. Оно будет дальше сердце находится. И сердце. От избытка сердца, говорят, в устах. Любую встречу, с кем бы ты ни встречался, найти возможность преобразить ее в встречу людей со Христом, а не только с тобой. Аминь. Аминь.